Всем привет, всем здрасте дорогие друзья, с вами Кисель и в этом видео мы будем разговаривать о сфере Дайсона. Да, это вот эта вот огромная штука, которая находится позади меня. В общем, зачем она нужна, как её строить, собственно, какие технологии, производство и так далее. Потому что штука действительно очень важная в этой игре, спасает во многих аспектах. Ну что ж, друзья, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! И да, эта огромная бандура, помимо выработки энергии, позволяет нам вырабатывать водород и антиматерию, что очень и очень удобно. Учитывая то, что с водородом обычно всегда проблемы. Но об этом далее. Касательно того, из чего это дело строится. Это дело строится из вот таких вот ракет. Small Carrier Rocket, которые запускаются, в свою очередь, через Vertical Lion Chexile. Понятно, ясненько, в плане изучения ничего суперсложного и не очень прям уж далеко. Используются здесь у нас фиолетовые, жёлтые, красные и синие кубы. Но вот эта ракета у нас делается из довольно интересных ингредиентов, с которыми могут быть проблемы, точнее, именно с одним. И, собственно, один из ингредиентов это дейтериумое ядерное топливо, которое используется у нас для создания различных рецептов, плюс ещё в ядерной силовой. Да, дейтериум нужно много, а дейтериум делают у нас из водорода. Видосы касательно всего этого дела имеются, так что, в принципе, вопрос можно считать решённым. Но это ещё не всё. Ещё нужно открыть такие вещи, как... Frame Material, которые делаются из перечня того, который вы видите. И, собственно, Dyson Sphere Component, которые делаются из чипов, из солнечных панелей, которые мы в космосе закидываем, и так далее. Естественно, всё это вместе требуется для этого дела. И ещё квантовый чип. А вот квантовый чип, друзья, это вообще отдельная история, я сейчас покажу. Ибо там прям много. И когда я говорю много, я вообще ни капли не преувеличиваю. Это всё, что связано с производством касательно чипов. Обычных золотых компонентов различных их, и, собственно, вот уже те самые квантовые чипы. Жрут они добротно. И этого дела, и этого дела. Так что, ребята, готовьтесь к тому, что у вас будет одна планета, скорее всего, под производством. Не только, конечно, под чипы, но всё же. Большая планета, куда вы всё будете свозить и перерабатывать. Как это сделал я. И поверьте, я вообще не преувеличиваю. Вся планета перекручена, переделана, и здесь производится практически абсолютно всё, что мне нужно. Включая для постройки сферы Дайсона. А стартовая планета у меня переделана вообще под нефтянку. Так просто реально удобнее. Раскидывать различные виды производства. И да, друзья, скорее всего, вам не хватит ресурсов, которые находятся у вас в одной системе, и вы будете их поджирать из другой, как это делаю, собственно. Я вот, система Дельта, Крукес, я оттуда поджираю нефть, потому что у меня её уже маловато, кремний, кремниевые пластины, водород и доэтерий я оттуда вожу к себе. По крайней мере, руды пока у меня ещё осталось. Именно железный, медный, титановый, камень и так далее. Но вот с кремнием прямо засада. И камнем. Калькулятор Dyson Sphere Program помогает нам, так сказать, понять, какое количество ресурсов, строений нам нужно для производства одной единицы в минуту, либо 60 единиц в минуту, то есть одна в секунду и так далее. Давайте-ка добавим нашу Small Carrier Rocket для постройки Dyson Sphere. Ну, сферы Dyson. Поставили. Одна единица. Это, так сказать, как всё это будет воспроизводиться и куда что будет идти. Довольно неудобная схема, но всё же. Тут у нас Oil Extractor уже видно, Oil Refinery, опять Extractor, опять Refinery. Опять-опять-опять-опять-опять-опять-опять. Пожалуйста, тут уже у нас добыча, но неудобно, некрасиво. Давайте посмотрим по предметам. Тут у нас кремний, медная руда и пошло-поехало. И вот эти все значения, вот, допустим, 113 единиц камня в минуту нужно, чтобы получить одну единицу. И это прям много-много. Вот, пожалуйста, квантовый чип и всё остальное. Так что, ребята, готовьтесь. Готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. А производятся они... Ну, ракеты. В ассемблере, так что никаких проблем. А вот теперь, друзья, давайте говорить по поводу запуска. Для запуска нам нужен вертикал Launch Exile. Ну, это понятно, она открывается у нас там в древе технологии. Давайте поставим одну чисто для примера. Как это дело всё работает? Нам нужно просто-напросто завести сюда конвейер. Но не просто его завести внутрь, а подвести и с помощью сортировщика... Вот где он, вот он. Запихнуть это дело внутрь. Потом оно берёт определённое количество, максимальное равно 20 единиц. И пускаем, собственно, дальше. Таким вот образом. Так у меня здесь, собственно, и сделано. Но жрут они энергии? Нормально, так сразу говорю. Теперь давайте переходить к строительству. Давайте теперь нам нужно зайти в Dyson Sphere. Меню такое. И здесь мы её видим, собственно, но с ней я ничего делать не буду. Я буду показывать на непосредственно новой. Мы можем добавить, так сказать, новую орбиту. Add new layer. У вас есть первая по умолчанию. Есть вот эта вот вторая, которую я себе сделал. И добавляем новую. Тут мы выбираем радиус орбиты. Хоть вот такой огромный, пожалуйста. Никаких проблем. Давайте скажем как-нибудь вот так вот. Потом мы выбираем orbit indication. То есть наклон. Как вам удобно. После чего long... Как там? Longitude of n. Короче, точка... Я, честно, не совсем понимаю, что это за значение. Ребята, напишите в комментариях, что это такое. В общем, мы создали. Отлично. Теперь мы нажимаем на неё и видим. И что нам нужно? А нам нужно сейчас сделать с вами первую точку. У нас есть два варианта. Вот этот вот. Когда мы ставим и ведём. Либо просто, скажем, вот такой пристрелочный. Давайте пристрелочный сделаем и... Сейчас сюда полетят ракеты. Dyson Sphere, которые сайло. Запускаются. Вот, 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 вот. Они загружаются и понеслись. Тут, кстати, показано, какое количество должно их прилететь. 30 штук. Ну, структур point и так далее. Высаживаются. Отлично. Она построена. Почти построена. Чуть подожди. Всё. Она достроилась и вырабатывает там 2,8 мегаватта. Что, в принципе, так, ну, и вроде и немного, и вроде и немало. Но это не всё, что нам нужно. Эта штука будет выстраиваться у нас дальше. Давайте выберем снова третью. И выберем уже вот этот вот значок. Который позволяет нам одновременно строить и вести линию, которая соединяет их. Ну, давайте вот без фанатизма вот столичек построим. И, собственно, ждём, пока это достроится. Это займёт какое-то время. Всегда нравилось смотреть, как всё это дело выстраивается. Прямо великолепно. Завораживающе. Конечно, не так, как в Факторио, но всё же. Своя красота тут имеется. И давайте-ка заранее подрубим запуск солнечных панелей. Ну, как они правильно называются? Solar Sail. Ну да, солнечных панелей. Космос. Потом поймёте зачем. Подрубаем. Отлично. Кстати, отсюда уже их видно. Вон, пожалуйста. И да, взлетают они, конечно, прям. Масштабы, конечно, сумасшедшие. Давайте-ка я вам покажу запуск. Жалко то, что без звука они взлетают, но всё же. Прекрасно. И вот, кстати, тут показывается время строительства, грубо говоря. Видите? Полоска заполняется, выстраивается. Тоже довольно неплохо сделано. И, как вы видите, она ещё не достроилась вся полностью, но при увеличении того, как у нас будет больше соседних клеток, вырабатывается и больше энергии. Заметьте. Это довольно важно. Ну, собственно, вот линия у нас выстроилась. И, собственно, вы сейчас захотите строить это всё дело квадратиками. Да, рекомендую, кстати, строить сферу Дайсона именно с помощью квадратиков. Самый оптимальный способ, как по мне. Но у вас не получится, пока вы не зайдёте в древо технологий и не выберете здесь следующее исследование. Dyson Sphere Stress System. Dyson Sphere Note late dot limit плюс 15 градусов. Что это означает? Каждый уровень изучения данного исследования, чертежа, как угодно, позволяет вам двигаться на одну секцию вверх. То есть сейчас я просто-напросто беру вот этот маркер и делаю таким вот образом себе ячейку. И также автоматически всё это будет строиться. Тут уже как бы гораздо больше нужно, ибо тут и линии соединений больше и так далее. И вон наши ракеты уже полетели, ждём, пока достроятся. В это время запасаем солнечные панели на орбите. Потом поймёте зачем. Ну и вот как это выглядит. Допустим, вот это, которое не имеет соседней с этой стороны, приносит нам 11,7 мегаватта. Дальше уже, собственно, 16,6 мегаватта. Дальше те же самые 16,6. Но у нас ещё есть вот эти вот ячейки, которые как бы нужно строить. Но об этом сейчас мы и будем с вами разговаривать. Для этого как раз-таки и нужны, блин, солнечные панели. Когда строить это дело близко, блин, это выглядит прям круто. Они почти что рядом. И да, конечно же, мы можем ко всему этому делу подлететь. Почему бы, собственно, и нет. И посмотреть, как это всё происходит. Так, давай, ускоряйся, 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 ускоряйся. Давайте хоть поближе подлетим чуть-чуть. Автосохранение, которое просто кладёт на лопатки игру. Вот какого это всё размера. И оно, естественно, прозрачное для нашего меха. Очень ярко, конечно, от звезды. И да, если вы их будете разбирать в меню Dyson Sphere, то у нас здесь получается просто... Они будут превращаться в солнечные панели, которые будут использоваться. По нуждам, так сказать. И да, они тоже прозрачные. В общем, ладно. Ждём, пока достроится. Ну, а с планеты подальше это выглядит просто колоссально. И да, естественно, у нас есть и другие системы, в которых мы тоже можем это строить, но чтобы заниматься постройкой сферы Dyson, в системе нужно, собственно, в ней находиться. Переключаться между ними не получится. К сожалению, к счастью ли, не знаю. Но так. И теперь, друзья, вы можете даже сразу ставить этот момент и не дождаться полной постройки. Вот это вот значение, вот видите. Вот. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Такой пятиугольничек. И выбираем ячейки. Мы их выбрали. Что это значит? Сейчас сюда все наши солнечные панели полетят и будут устанавливаться. И как вы видите, тут показано количество необходимое. Тут, ребята, их дофига. То есть 1748, то есть 3366. Готовьте большое количество солнечных панелей. В чем прикол? Солнечные панели, которые находятся у нас на орбите, имеют определенное время жизни. И со временем они просто разваливаются. Но сфера Dyson позволяет это дело убрать. И они у нас будут вечные. И вечно приносить нам энергию. И когда они уже будут двигаться непосредственно сюда, их цвет изменится с оранжевого на синий. И вот вы можете заметить, они двигаются и летят к нам сюда. Но строиться это будет довольно долго. Как-никак. 3000 единиц, 3000 единиц. Ждем. Вот, если кому интересно, как это будет выглядеть. То есть они уберутся и просто летят. А потом вылетают вот сюда. В эти маленькие центры. И потихонечку идет выстраивание. Наверное, все-таки не увидим. Придется подождать еще чуть-чуть. Потому что это как-никак занимает, блин, время. Планета эта, естественно, выглядит более симпатично. И жалко то, что в этой игре, блин, нету никакого фоторежима. В общем, они кучкуются в линии и... И заходят. И вот как это выглядит во время постройки. Вот такие ячейки. То есть они же сами. И выстраиваются в эти огромные квадраты. Ну и уже, кстати, заметна разница. Так что показываю, рассказываю. Смотрите. У нас здесь вот эта ячейка сейчас добывает 29 мегаватта. Точно такая же ячейка здесь добывает у нас 16,6 мегаватта. При всем при том, что общее количество данных клеток у нас будет одинаковое. То есть раз, два, три, четыре, пять. Так. Так, линия горизонт, так вижу. Раз, два, три, четыре, пять. То есть выгоднее строить более большую сферу дайсона, как я это правильно понял. Ибо будет вырабатываться больше энергии и еще кое-чего. Так что, ребята, думайте, строите и так далее. Но ресурсов уйдет, кстати, тоже больше. Потому что здесь, обратите внимание, 230-230, да? А здесь у нас лишь только 110. То есть маленькая сфера дайсона будет приносить меньше энергии, но и тратить гораздо меньше наших ресурсов на свою постройку. Большая, собственно, ровно наоборот. Количество энергии, которое вы можете вырабатывать, ребят, тут я вам честно не скажу. Вот эта звезда у нас имеет star illumination, то есть ее свечение x1. Если это значение будет больше, а оно будет больше у многих и, собственно, и меньше будет, то количество вырабатываемой энергии будет тоже, естественно, разное. Это тоже очень важно. Теперь давайте разговаривать касательно того, как нам собирать энергию. Что касательно добычи энергии со всего этого, то есть получения ее из сферы дайсона, здесь у нас все очень просто. Просто рей-ресиверы. И здесь у меня их 150 штук. Каждая может выдавать по 6 мегаватт, но это базовый вариант. То есть 6 умножая на 150, получаем... Сколько? 900. 900 мегаватт почти 1 гигаватт. Вы ставите такие штуки на полюсах. Но не забывайте про такие показатели, как continuous resevering. Чем дольше эта штука продолжает собирать энергию, тем больше она, собственно, и будет собирать. Думаю, понятно. То есть в перспективе 1 такая у нас может собирать 16 с нефигом. Как я это правильно понимаю. Но еще один такой момент. Можно увеличить количество добываемой энергии, добавив гравитационную линзу. Вот я взял ее с собой. Она у нас производится из... Ну, если вам прям так интересно, из бриллианта, на секундочку, ну, да, бриллианта, и странной материи. В общем, заходим и засовываем. В два раза увеличивать добычу. То есть уже может 33,4... Ну, 30... 34 мегаватта можно брать на себя. А это, ребят, дофига. Но выставлять их вручную, это такое-си занятие. Представляете, если вам нужно сделать так на 150 штук. Если захотите делать таким образом, рекомендую выстраивать их уже на экваторе. И просто-напросто вводить их. Непосредственно в саму эту штуку. Сейчас покажу. У меня там еще одно есть местечко. То есть таким вот образом. Через разделитель. Но прикол еще в том, что есть второй режим работы, где мы можем собирать патоны. Которые потом перерабатываем непосредственно в водород и антиматерию. И да, чем наша сфера дайсна мощнее, тем, собственно, и больше мы вырабатываем. И продолжительность того, как мы это все дело делаем, тоже увеличивает данное значение. Это очень-очень важно. Но обо всем этом подробно я расскажу в видео касательно антиматерии и вот этого вот волшебного топлива. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Dyson Swer Program, друзья. И со временем гайдов, обзоров и так далее будет больше. Пишите, кстати, какие темы вы хотите видеть по данной игре на этом канале. Плюс будут ссылочки на другие игры, скажем, допустим, та же самая Факторио и, возможно, еще с Рисфектори, не уверен. И будут ссылки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд-серверы и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр, и кооперироваться, чтобы поиграть хоть в КС-ку, хоть в Дот-ку, не осуждаю. Сам играю в различные игры, как по жанру, так и по сеттингу, так что нормально. И, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие гайды, какие обзоры, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok